Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть. В добром здравии, веселыми. Очень приятно, что пришли на первую сессию на 9 утра. Вчера было действительно очень интересно. И до конца был интересный праздник. Я так понимаю, вы принимали участие. Я тоже немножко горло подсел от этих присмотрений. Сегодня тема моего доклада, как вы понимаете, связана с Visual Studio. И мы будем говорить об архитектурных возможностях Visual Studio 2012. В первую очередь, конечно, аспекты будут рассмотрены, которые касаются архитектурных инструментов, включенных в Visual Studio Ultimate. Это редакция топовая, которая содержит в себе... Ну, так, для начала это очень короткий спич по поводу Visual Studio Ultimate. Visual Studio Ultimate это и есть Microsoft ILM 2012. То есть вот так вот я вот так это назвал. Почему? Потому что если вы говорите о Visual Studio, то она, условно говоря, используется и поставляется с точки зрения, там, если речь идет о оснащении, да, каких-то команд, она поставляется с подпиской MSDN, вот, то в ней идет уже и кал-доуступ к Team Foundation серверу и сам Team Foundation сервер. А дальше мы уже говорим о том, что она является универсальным средством, которое предлагает нам обеспечение любых ролевых участников, от бизнес-аналитиков и архитекторов до девелоперов, тестеров, коллектива, саженеров. Вот потому-то она как бы является тем самым элементом, в рамках которого можно строить нашу командную разработку. Сегодня мы будем говорить с вами об архитектурных инструментах Visual Studio. В первую очередь, мне бы хотелось отметить интересного аспекта, то, о чем мы будем говорить, да. Первый, очень важный аспект, связанный с проектированием, да, верхнеуровневое проектирование, или, ну, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, когда мы создаем модель, да, от которой, от понимания которой мы спускаемся дальше к написанию кода. Вот. В рамках этой концепции, ну, очень активно используется тот же самый UML, ренихромодел на ВИЧ, который сейчас поддерживается в рамках Visual Studio Alchemist, как в UML 2.1.2, те диаграммы, которые есть в рамках Visual Studio, мы с вами посмотрим, вот, перечисливание, собственно говоря, презентация и есть в виде скриншотов, ну, и, собственно говоря, вы сами можете их создать, глянуть, да. В первую очередь, речь идет о US-Case диаграмме, активике диаграмме, последовательности, sequence, компонентной и диаграмме классов. При этом сразу хотел бы отметить, что диаграмма последовательности у нас как с точки зрения проектирования, так и по живому коду уже написано, может быть сгенерировано. Очень важный аспект. Я думаю, что те, кто пользуется Visual Studio 2020, ну, 2010, да, они эту функциональность тоже помнят, по большому счету, да. Если можно, руку поднимите, кто использует Visual Studio 2020, ну, вот так, вот так, да. Десятую, 12-ю, те же, да, те же люди, на этом. Да, преимущество те, кто использует Visual Studio 2010, аутиматную редакцию, является то, что они из MS-DN могут получить следующий апдейд, да, потому что, ну, то есть следующая версия, и совершенно регальная, и могут ее использовать. Дальше, что я еще хотел выделить, да, с точки зрения существующего кода, как мы можем работать. Существует инструмент, который вы тоже помните по Visual Studio 10, это архитект Чексплорер. Архитект Чексплорер предоставляет нам возможность анализировать существующий код и строить графические модели, визуальные модели, которые дают возможность нам, ну, не тексты читать, да, а визуализировать, делать дикпетчер по нашей картинке, по нашего приложения, да, чтобы в виде картинки отображать, или нарезать ее в том виде, который даст нам возможность определиться со сложностью существующего написанного кода, да, того, который у нас уже есть. Дальше уже принимать решение о доработках, о, там, каких-то архитектурных изменениях, которые могут быть внесены. Здесь очень важным элементом является DJML, язык, на базе которого и осуществляется построение, визуализация. Он чрезвычайно универсален, и я бы вот по ходу своей презентации, о которой буду говорить, что он использовал мне построение различного рода архитектур для предложений, сделал бы акцент на вот на что. Очень часто, когда мы вот занимаемся внедрением постановки каких-то проектных задач в организациях, да, говорят, а вот как бы нам визуализировать представление рабочих элементов KFS, да, из Information Server, work item, это, там, рабочие элементы, таски, не знаю, бизнес, queries, связать их с тест-кейзами, так, чтобы посмотреть их статусы, как это все визуализировать. И, ребята, это делать с помощью, можно сделать с помощью визуального отображения GGM, потому что queries, он поддерживает запросы, он представляет самой прозрачную структуру в виде и цена документа, и совершенно спокойно можно делать выборки и формировать из него представления, которые могут быть сохранены и подвержены версионному контролю. Ну, и третий элемент, из которого я хотел бы сложить сегодняшнюю презентацию, это диаграмма layer diagram, да, это диаграмма уровней, которая дает нам возможность отслеживать целостность нашего приложения, то есть поддерживать некие паттерны, да, шаблоны, их несколько, они уже включены в рамках Visual Studio 12, немножко просто их вытягивать, там, сервисно-ориентированная, или, там, обычная архитектура, или просто кусочки каждого из слоев, там, бизнес-вэйр, там, презентационный уровень, это все сейчас есть, это все поддерживается, собственно говоря, полный пакет. Итак, на чем базируется стратегия компании Microsoft? Три кита, о которых я говорил, это Model Dream Development, как раз тот самый UML, Domain Specialty Language, DSL, это краеугольниками, на котором, собственно говоря, и строится все то, что мы с вами видим, вот все эти диаграммы, они в своем основе используют DSL, который, на базе которого можно строить совершенно спокойно, совершенно свои решения, то есть те 5 UML геограмм, которые входят в поставку режим в студии, да, они могут совершенно спокойно быть расширены. Я в конце нашей презентации покажу вам партнерское решение, которое расширяет перечень диаграмм, это наш ILM-партнер, компания SoftServe, сделали дополнительный плагинчик, один архитектурный диаграмм, который для их заказчика расширяет функциональность с помощью диаграммки для ID, ну, то есть, вот они сделали специально, потому что заказчику это можно, а мы с вами помним, да, что с учетом того, что все элементы на диаграмме, они могут быть задействованы в концепции командной разработки, да, то есть, крейтворк, айтен, там, ну, и прочие вещи, да, тоже, соответственно, это становится элементом, который дает вам возможность сразу же включить процесс существующей в организации через уже существующую диаграмму ту же самую GIF и ее транслировать в командную разработку. Ну, и кодом достояния, и вы понимаете, о чем нет речи, это архитектурный диаграмм, который мы, собственно говоря, для понимания кода можем активно задействовать в нашей, нашей работе. Что включает в себя модул DRIVENT DEVELOP, вот какие диаграммы? Ну, понятно, я их перечислял, они первые, на первом слайде, собственно говоря, я так разучил, это юзкейс, activity sequence, компонентная и диаграмма класса. А вот небольшие зарисовки, да, то есть стандартный юзкейс, системный, да, я не говорю о бизнес юзкейс-моделе, вы можете ее создать, то есть если вам это необходимо. А здесь у нас есть лекторы, да, здесь у нас есть юзкейсы, здесь у нас есть подсистема, в рамках которой определенный набор юзкейсов определен, к которому она обращается. Примеры взяты из книги application last-cycle management на базе режимов студии 2012, это Брайан Хай и Брайан Келли. Вот те, кто, собственно говоря, сейчас создали, следующую версию была версия для режимов студии 2010, да, и сейчас уже есть 12-й редакция. Это юзкейс диаграмма, диаграмма активности, ну, стандартный, да, такой вот, я бы назвал это просто неким блок-схемным подходом, да, где мы точка обхода, точка выхода определяем из какого-то, или в рамках какого-то элемента процесса. дальше у нас блоки определяют функциональные элементы, могут быть разветвления или параллельные какие-то выполняемые задачи, и там это завершается выходом из определенной активности. Причем каждый из этих блоков, он, естественно, может быть задействован в концепции командной разработки. контекстное меню по правой кнопочке, да, вываливается ее, там, крифтурка этого или линкуем существующий. Диаграмма последовательности, sequence. Здесь, видите, используется, в качестве примера приводится ее вариант проектирования, да, то есть это мы создаем ее с чистого листа, условно говоря, но есть ее вариант создания прямо по коду, то есть это можно посмотреть на это, мы помечаем какой-то кусочек кода, говорим, создать критикон с диаграммой западающей, и у нас создаётся то же самое, но немножко видоизменяется в представлении, которое сейчас отображено. Диаграмма компонент, компонентная диаграмма, содержащая в себе, как видите, взаимосвязанные элементы, блоки, подсистемы в рамках нашего приложения, она включает в себя описание интерфейсов, это элементы, которые могут быть взяты просто из стулбокса, вот, и, наконец, детализация, это диаграмма классов, атрибуты, операции, их область видимости включается, это все, это все здесь присутствует. Кроме этого, как я уже упоминал, диаграмма уровней, layer diagram, вот, она на самом деле сделана действительно так, как бы, очень просто, но очень емко, да, что она сам представляет, то есть вы визуально рисуете области, да, прямоугольные области, в рамках которых вы можете размещать классы, компоненты, не знаю, ассемблей, которые у вас уже есть в приложении, после чего между этими прямогольными областями строите связи, здесь они не показаны, да, то есть, зависимости, и в зависимости от того, как эти, как стрелочки зависимости у вас направлены, допустим, от презентационного бизнеса, уровня от бизнес-уровня к уровню доступа к дамам, у вас будет осуществляться валидация вашего кода, так, для примера, да, если два класса у вас в рамках вашего приложения существует, которые напрямую обращаются, а один из презентационного уровня доступа к данным, а на вашей диаграмме они представлены связи только через бизнес-уэр, да, через промежуточный, то во время валидации будет выдано сообщение об ошибке, и в зависимости от того, как вы интерпретируете эту ошибку, то есть, это будет вор не для вас, или это будет бах, вы можете сами настроить, приложение будет либо собираться, либо не собираться, ну, понятно, да. Что нового появилось в архитектурных инструментах, как пока я перечислил, на самом деле, инструменты, которые уже вы видели, с которыми вы работали, которые могут быть вам хорошо известны, вот, что нового появилось в архитектурных инструментах, режим студии ЛК-2012? Ну, во-первых, новые функции в меню, это опции, да, которые можем использовать, строить граф-зависимости для солюшена целиком и для включенных файлов, это код-нетик, для C++ разработчиков, то есть, вот такой вот здесь добавлен элемент. Кроме этого, сюда добавлена сейчас национальность по импорту из внешних инструментов архитектурных вирмодиаграмм. То есть, вы можете создать где-то вирмодиаграмму, она будет представлена в видник CMR-файма, и вы можете импортировать ее, и, собственно говоря, дальше в дальнейшем использовать ее в рамках своей модели. Ну, вот это прямо вот как бы в коробочке сразу в меню становится нам доступно, мы это видим. В рамках Dependency Graph очень много было проделано работы, связанной с оптимизацией производительности, исключением ошибок. Ну, вы помните, да, некоторые моменты заставлялись, ну, так сказать, обращать на себя внимание. Где-то были при больших моделях там ошибки, мемори не хватало сейчас, это устранено. И самое интересное, что добавлена очень классная вещь, индексация входа, это приходит к нам из Visual Studio визуализующей модели МСДК. В чем смысл, да? Если мы с вами после Алюшина создаем в гитарный инсиграф, да, связанный с диаграммой в виде дежимома, у нас создается база, которая интексирует все элементы. И по ней строится вся привязка, знаете, как у вас сразу появляется мощнейший инструмент для получения аналитики о классах, которые у вас есть в приложении, там, методах, функциях и прочее, и прочее. То есть вы можете все это анализировать прямо по-живому. Вот. Соответственно, такой небольшой примерчик и линк на Солюшин, например, я в своей презентации тоже здесь приготовил, мы это увидим. Вот. Больше информации есть на ресурсе, здесь линк тоже есть, посвященный СДК. Предупреждаю сразу же тех, кто будет ставить визуализационную модель СДК, что вначале нужно поставить визуализационную студию СДК. Ну понятно, да, то есть он гаражочек накладывается. Вот. И после этого вы уже можете использовать функциональную, связанную с дополнительными разработками, то есть у вас появляются экстеншены для создания своих собственных DSL, географ, да, или метод, на базе чего, собственно говоря, строятся различного рода расширения. Этот год, как мне кажется, будет годом, когда после того, как рамка визуал студии Altinaid попробовали люди пользоваться архитектурными инструментами, и у них уже возникла потребность в расширении своей собственной функциональности, то есть вот именно в представлениях новых, да, то это может быть и PML, это может быть, там, не знаю, IDF, это может быть еще какая-то своя, там, такая аннотация, которая используется для архитектурного моделирования. Вот. Так вот этот код, скорее всего, будет тем кодом, когда будут создаваться активные компоненты, они уже сейчас есть, вот, на базе Visual Modeling СДК для Visual Studio 2012, делать это стало существенно проще. Визуализация элементов, ну, собственно говоря, там у вас создается прямо уже, как бы, готовый каркас, да, который только остается дополнять элементы, расширять функциональность, и говорить правила для валидации и прочие-прочие вещи. Вот, поэтому, мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на вот этом элементе, на этом блоке. Посмотрите вот сюда более пристально, дайте, так сказать, возможность себе оценить эту функциональность в полном объеме. Итак, что бы я хотел рассказать дальше, да, это анализ приложений с использованием архитепчей эксплоры и графозависимости. Какая функциональность входит в архитепчей эксплоры, наверное, вы помните, да, то есть это инструмент, который позволяет вам осуществлять, условно говоря, нарезку вашего приложения на основании того, из чего она составит. Классы, ассембли, методы. При этом вы, после того, как вот эта фильтрация у вас осуществится, можете сделать выборку и на основе этого есть уже, да. Каждый из элементов, который у вас в рамках этой модели будет присутствовать, может быть задействован для перехода прямо непосредственно в сам код. Хотим сейчас здесь посмотреть, здесь, 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 нарезочку сделать только вот этого кусочка, то это все у нас уже существует, но этим можно пользоваться. ну, в качестве примера небольшого, да, значит, архитепчей эксплоры вызываются у нас из пункта архитепчей, view, архитепчей эксплоры, вызвали у нас, видите, вот его разделы, мы можем дополнять эти блоки, позволяющие дополнительно фильтровать, да, выборки solutions, здесь могут быть ассембли, вот у нас какие-то проекты, классы, можем помечать их, помечать их, как бы, пакетом, да, дальше методы, и мы можем переходить непосредственно каждый из методов. Дальше у нас есть вот types, да, типы, выбираем этот элемент, и у нас, ну вот navigations, видите, сразу расширяется, то есть функциональность по фильтрации, она существенно, существенного образом вырастает в объеме для того, чтобы мы могли делать фильтр более, более гибким. И следующий шаг, да, здесь у нас есть с вами пункт меню Create DGML, и мы переходим сразу же в визуализацию модели, которую у нас представлен вот этой выборкой. Элементы помечены, это и есть тот самый клей, который мы построили с вами визуально. он называется DGQL, query language, да, то есть DGML это визуализация модели, а это query, у нас на котором он строится. Опять же, по поводу вот этих вот вопросов, DGQL, я обращаю ваше внимание, что можно посмотреть, посчитать на SDN разделы, вот в том числе и визуализация моделей SDQ. И вот, смотрим, да, после того, как мы эту модель отобразили, мало того, что у нас есть связки, мы можем каждый из блоков выбирать, смотреть детали по его методам, где он расположен и прочее, прочее. Но еще можем через легенду, здесь есть Legend, выбирать элементы цикличной взаимосвязи, отследить какой из блоков, с кем, собственно говоря, у нас взаимодействует один, вызывает другую и тому подобное. Множество таких элементов здесь присутствует. Расширять, подсвечивать, видите, здесь появляется специальная визуальная аннотация для описания классов, методов и прочее, тут будет присутствовать свой элемент. А в стандартном DGML вы этого не видите, просто он создается, собственно говоря, облегченный легковесный, который уже можете дальше на стороне под себя. Generate Dependency Graph, функция, о которой я говорил, новая, для целого solution или для include file, ну это термин, все присутствуют разработчиков, как раз для native code, вот видите, я здесь сделал некую выборку, у нас отображение для solution представлено внутренними сборками, да, external сборками, которые можем раскрывать до самого нижнего уровня, при этом можем отслеживать взаимосвязи между ними. Ну, то есть, если бы я начал входить глубже, да, в каждый из элементов, то, возможно, какие-то связи были бы со стороны основного модуля, туда погруженные. Собственно говоря, никаких ограничений у нас на предмет масштабирования модели нет, вот здесь есть увеличение, зуммирование, да, там, 100% минимизация, таскать эту модельку можно, дальше вы ее сохраняете, есть возможность портирования, импортирования, включения ее в сам проект, то есть это все есть. А вот как раз тот самый перечень элементов, о которых я говорил, здесь видите, их достаточно много, что каждый из элементов собой представляет, структура, делегаты, классы, свойства, метод, здесь все есть. А теперь несколько слов по поводу индексации, помните, да, я говорил, колод индекс, я говорил, что создается некая база, локальная, да, после того, как мы создали DGML для Солюшена, к этой локальной базе, в принципе, можно обратиться, вот, собственно, презентация-то будет у всех вам, у вас доступна, и здесь вот прям я такую выборочку делаю, то есть вот local.db slash window.ru, да, вы не коннетитесь, она называется Microsoft VS Code Index, и после того, как вы законнектились, вы можете открыть и посмотреть таблицы, которые отображают всю начиночку, все связи, все элементы. То есть дальше получается следующий момент, теперь из кода мы обращаемся фактически к чему, к вот этой вот статистике сохраненной, и можем посчитать все-все-все элементы, упрощенный примерчик, да, посчитать какое количество классов, ассемблей, методов, как они взаимосвязаны и прочие-прочие другие параметры, которые для нашего года могут быть важными и специфичными. Layer diagram. Ну, вы знаете, да, что создание проекта моделирования, оно у нас связано с тем, что мы должны выбрать тип, да, проекта, моделя, и после того, как мы его выбираем, у нас может быть добавлена одна из определенных нами диаграмм, да, которые мы здесь вот, собственно говоря, можем с вами выбрать. Это юмей класс diagram, sequence, okay, use case, и вот одна из тех, которые мы с вами видели. Layer diagram, который определяет целостность нашего приложения, или пактор нас, на котором мы строим наше приложение. Давайте посмотрим на более детально на то, что включено в состав. А вот я специально открыл toolbox, да, и здесь, как вы видите, у нас присутствуют architectural layers, business layer pattern, cross-cutting layer, data layer и комплексные элементы, сервисная архитектура и monoplication pattern. Вот я их сюда вытянул, и вы видите, да, что для того, чтобы начать построение приложения, которое определяет определенную структуру, вам достаточно всего лишь сделать, чтобы создать layer diagram, перетянуть эту структуру себе, выбрать те блоки, которые вам нужны, которые вы строите, оставить их те, которые не нужны, вы выбрасываете, и дальше что? Определить между ними среди. А дальше идет начиночка, да, классы и прочее, прочее, как вы их разбрасываете по уровню, для того, чтобы осуществлять квалификацию. Конечно, этот подход, он дает возможность сразу отсеивать аспекты, которые связаны с, ну, как бы, нарушением принципов, которые будут положены в основу вашей проектной разработки архитектурных, да, то есть те, которые будут базироваться на паттерне. Какие-то нарушения, кто-то будет писать код, не вдаваясь в подробности, там, напрямую обращаться куда-то, это будет сразу валидироваться вами и идентифицироваться. Как это выглядит? Ну, вот, приблизительно так. Так, я выбрал презентационный, бизнес, дата лейвер, связал их, и дальше выбираю пункт Validate Architecture. Validate Architecture. Что у нас получается? Мы видим с вами в окошечке Error List, линки, и сразу же можем с этих линков перейти на те классы, которые нарушают наши связи на базе этих уроков. Все. Кроме этого, мы можем использовать диаграмму, которую я сейчас вам продемонстрировал, это layer diagram, в рамках нашего механизма сборки. Один из параметров для нас билда – это Validate Architecture. То есть, что это значит? В рамках нашего приложения есть архитектура, мы говорим во время сборки валидировать архитектуру. И во время билда валидация архитектуры будет приводить как раз подобного рода вещи, что сразу отсеет то, что нам не нужно. Код индекс – получение статистики по коду. Пример прямо из Resolution и модели NSDK. Вот здесь, обращаю ваше внимание, приведен прямо скриншот приложения. Это обычный кусочек, да, там, ну, видите, да, простейшее окошечко, в рамках которого мы видим там, сколько у нас ассемблей, классов, поля, свойства, статистика по ассемблям, по использованию внешних сборах. То есть, вот, собственно говоря, выборка и объемы здесь будут представлены тем набором, как это, в вашей логике. По самому примеру, да, который вот здесь, если вы будете использовать, я бы хотел бы обратить ваше внимание на следующий аспект, что вы будете создавать диджиэмалы, один, второй, третий, четвертый, они все будут сохраняться в статистике. Само приложение построено так, что оно смотрит на всю свободность. Понятно, да? То есть, для того, чтобы вам посмотреть на свою, нужно вот эту вот локальную базу удалить, очистить ее и после этого создавать чистого листа, так чтобы, ну, то есть, провести этот анализ. И теперь по поводу пользовательских DSL и расширений. Вот я уже упоминал, да, что партнеры активно занимаются созданием подобного рода расширений по нужным заказчикам. Обратите внимание, бизнес-аналитики, люди, которые занимаются постановкой задачи, не обязательно пользуются use case-диаграммами для формирования, да, бизнес-эквариванс. Не могут пользоваться BPML или, там, АДЕХом, не знаю. Причем активно использовать модель валидирования правил, которые та или иная визуальная модель описания в себя включает. Соответственно, вот один из заказчиков выступил для этой компании, там, постановщиком задачи. Вот такая вот задачка нужна. что, собственно говоря, было сделано, да, вот сделали ребята. Создается, создается лист, да, ну, как вы знаете, да, вот шаблончик, там, ну, это title, на него набрасываются из толпа activity box, связываются друг с другом, и есть кнопочка Validate, да, ну, либо она, она может быть измещена прямо на самом блачке, либо вызываться из контекстного меню Validate, Validate all. И, как видите, здесь есть create work item, да, или link work item. Все очень, очень, очень просто. При этом правила rules и валидация добавляются визуально. Есть специальный визуальный ESO. Так, к сожалению, у нас времени очень мало. Я буквально бегло, да, пробегусь по функциональным возможностям в режим студии, и заодно покажу в реальном примере, как выглядят эти решения. Так, значит, я запустил режим студию, да. Ага, право, 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 право. Сейчас. Да, бывает 4. 1 2 3 4 4 7 8 10 Так, что-то какая-то проблемка у нас с проектом. Я прошу прощения, кто у нас проектом занимается? Хорошо, коллеги, я тогда сейчас буквально еще одну такую небольшую зарисовочку, да, хотел бы зарисовочку дать, подытожить, так сказать, то, что мы с вами сегодня рассмотрели. Это функциональные возможности, которые представлены, как вижу, в студии. Ultimate 2012, конечно, весь стек функциональных возможностей, которые у нас уже были в десятой, остается, он расширен. Обращаю ваше внимание, что упор делается теперь на SDK, Visualization Modeling, да, где вы можете пользоваться функциональностью по расширению создания своих собственных диаграмм. Индексация кода, это один из самых ключевых таких моментов. И, конечно же, это элементы, которые касаются визуализации всех элементов, которые в рамках командной работы тоже могут быть вами использованы. Я имею в виду work item, DJI, да, и прочие вещи, которые могут быть представлены в определенных вариациях, опять же, сохраненные вики файлов и использоваться как предложение к вашим отчетам о проектах и для анализа текущего состояния проектной деятельности. Ну, собственно говоря, все. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.